Друзья, всем привет! В этом видео будем монтировать фасадные панели альтопрофиль кирпич жены и кирпич белый. Покажу, как правильно смонтировать фасадные панели на фасад, как стыковать несколько фасадных панелей из одной коллекции и из разных коллекций. Покажу, как правильно смонтировать окно, как завершить фасадные панели и расскажу несколько слов по обрешетке. Также будут интересные вещи, про которые не написано в инструкции по монтажу. Приятного просмотра! Несколько слов по обрешетке. Производитель допускает применение деревянной, пластиковой или металлической обрешетки. Применение обрешетки обязательно. С помощью нее выравнивается фасад, создается вентилируемый зазор. Расстояние между профилями 40 см, но в некоторых коллекциях это расстояние может быть меньше, а об этом, опять же, написано в инструкции по монтажу. Расстояние по вертикали будет равно высоте одной фасадной панели. Мы русские люди-рекордсмены в чтении всевозможных инструкций по монтажу, но все-таки, прежде чем мы приступим к монтажу, я рекомендую вам скачать печатную версию инструкции по монтажу фасадных панелей. И если вы будете самостоятельно монтировать, скачать ее, распечатать и иметь всегда под рукой. Для начала нам необходимо установить джип-ланку либо стартовый профиль для того, чтобы установить первый ряд фасадных панелей. Тут важно отмерить единый уровень по всему дому, потому что если вы начнете монтаж с одной стены, на четвертой стене у вас могут панели не сойтись. Поэтому важно отмерить весь горизонт до монтажа. Если у вас дом находится под уклоном, то джип-профиль монтируется под углом и панель подрезается под необходимым углом, так как вам нужно, чтобы следующий ряд фасадных панелей шел на одном горизонтальном уровне. Монтаж фасадных панелей начинается не от самой земли для того, чтобы был вентиляционный зазор, чтобы туда мог попадать воздух. И монтаж фасадных панелей начинается с левого угла. Изначально закрепляется угол и уже будет идти первый ряд фасадных панелей. В коробке от фасадных панелей содержится небольшая памятка, которая, конечно, не заменит полноценную инструкцию по монтажу, но будет небольшим дополнением, чтобы вы не допустили банальной ошибки. Для монтажа на металлическую обрешетку лучше всего подойдут острые саморезы. Они очень хорошо сидят в металлической обрешетке. Если будете использовать саморезы со сверлом, то они будут немного болтаться, потому что диаметр сверла почти что равен диаметру самого самореза. Если стыковать несколько J-профилей стык в стык, то при термических изменениях между ними образуются щели. Это будет смотреться некрасиво. Чтобы аккуратно это сделать, нужно сзади немного подрезать панель J-профиля, и он уже будет вставляться в другой J-профиль. И таким образом, когда панель будет немного уменьшаться и увеличиваться, между ними не образуются зазоры. Будет смотреться аккуратнее. Крайняя левая панель подрезается, чтобы вставить ее в угол. Фасадные панели это довольно прочный материал. На обратной стороне имеются ребра жесткости, которые не позволяют панели ломаться. Также на обратной части имеется маркировка производителя. Первая панель вставляется в угол таким образом, чтобы между углом и панелью был зазор 6-10 мм. Это нужно для того, чтобы при термических расширениях панели было куда двигаться, и она не выдавила собой угол. Саморезы закручиваются в специальные для этого отверстия. Нельзя закручивать саморезы в саму панель, это может ее повредить. И очень важное правило, нельзя закручивать саморез до конца в панель. У панели должна быть возможность немного двигаться при температурных расширениях. Также саморезы необходимо закручивать в центр перфорированных отверстий. Примерно где-то через 2-3 отверстия. Следующая панель вставляется в предыдущую специальные для этого отверстия. В некоторых коллекциях необходимо закрепить саморез в крайние отверстия для того, чтобы смещение панели шло только в одну сторону. Для того, чтобы закрепить крайнюю правую панель, можно перекрутить угол тока снизу и вставить последнюю панель. Таким образом нам будет легче закрепить последнюю панель. И угол закрепить вместе с панелью длинным саморезом. Следующий угол вставляется в предыдущие специальные для этого пазы и закрепляется к обрешетке. Далее я хочу комбинировать ряд коричневых и белых фасадных панелей, чтобы по краям шел кирпич жженый, а посередине был кирпич белый. Для этого нам необходимо отмерить и с каждой стороны сделать одинаковые отрезки и посередине пустить ряд белых панелей. Еще желательно, чтобы следующий ряд перекрывал переклест нижних фасадных панелей. Важно еще отмерить таким образом, чтобы у вас сходилась кирпичная кладка. В том случае, если вы будете монтировать фасадные панели под камень, то желательно делать небольшую разбежку, чтобы по стене не повторялся рисунок одной и той же панели. Обязательно проверяйте уровень каждого ряда панелей, потому что если где-то у вас панель не встанет до конца, или вы где-то ее немного нарушите, то у вас вся стена пойдет неровно. Поэтому каждый ряд проверяем уровнем. Для того, чтобы смонтировать оконные планки, вокруг откосов необходимо будет нашить бруски и установить финишные планки. Они будут фиксироваться вот таким образом и в них будут вставляться оконные планки. Сейчас я вам покажу, как нарезана каждая планка, а вообще нарезке оконных планок стандартных элементов посвящено отдельное видео. Ссылка, как всегда, будет в описании. Для начала я закреплю финишные планки. Нижняя оконная планка выглядит следующим образом. По краям загнуты ушки и здесь панель ровно подрезана. Она вставляется снизу в финишные планки и вот так будет смотреться. Боковые планки подрезаются на 45 градусов. Сверху они выглядят вот так. Верхняя планка будет закрывать этот угол и таким образом вода не будет попадать под каждую панель. Левая боковая планка выглядит также следующим образом. Запилена под 45 градусов. Верхняя планка напоминает нижнюю. Также имеет два ушка, чтобы вода могла по ним стекать. Но она запилена под 45 градусов, чтобы закрыть боковые планки. Далее фиксируете оконные планки к обрешетке таким же образом, как и любая панель сайдинга в серединку панели и не затягивая до конца. Как нам быть, чтобы обойти фасадную панель? Я сюда окно монтировать не буду, но не показать как обойти оконный откос фасадной панели я не могу. Здесь мы пускаем горизонтальный профиль, чтобы крепить ряд фасадных панелей. И вот эту фасадную панель, которая у нас заходит под оконный профиль, нам необходимо подрезать следующим образом, чтобы она встала спокойно под окно. И с обратной стороны таким же образом. Мы вырежем здесь лишнюю часть и у нас будет красиво обойдено окно. Что делать, если у вас будет металлический отлив и вы не сможете сюда вставить фасадную панель, чтобы она зафиксировалась? В таком случае под металлический отлив вставляете G-профиль и уже в этот же профиль будет вставляться фасадная панель. Еще одной важной деталью является учесть расширение в ширину фасадных панелей и в высоту. Ширину фасадной панели могут увеличиваться до 4 мм, в высоту до 2. Но, как правило, производители предусматривают специальные компенсаторы, которые не дают вам вставить фасадную панель до конца. И при температурных расширениях вот этот компенсатор будет немножечко загибаться. То есть важно вставить панель аккуратно и не повредить вот эти самые компенсаторы. Панели из одной коллекции, но разных цветов можно стыковать следующим образом. Если вы хотите стыковать панели из разных коллекций, то для этого можно использовать H-профиль, который предназначен для стыка сайдинга. Можно использовать два G-профиля вот так спиной к спине. Либо воспользоваться другими отделочными элементами для сайдинга, которых большое множество. Главное проявить фантазию. Главное проявить фантазию. С залить цветон. КОНЕЦ ФИЛЛА Главное проявить фантазию. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok G-профиль будет устанавливаться вот так поверх углов и в него уже будут вставляться последние планки. Далее я вам об этом расскажу. Если вы хотите, чтобы ваш фасад переходил в карнизный свес, то можно воспользоваться молдингом или сложным углом. Или использовать также другие элементы сайдинга для этого. Последняя панель вставляется в G-профиль и защелкивается в замок. Не переживайте, она у вас никуда не денется без крепежа, без посторонней помощи. Она не должна отсюда вывалиться. Тем более ветровой нагрузки под карнизом особо быть не должно. И собираем таким образом ряд последних панелей. На этом у меня все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Панели смонтированы ровно, никаких стыков и зазоров нигде не видно. Надеюсь, когда вы будете монтировать фасадные панели своими руками, у вас получится так же аккуратно. Если это видео было полезным для вас, то напишите комментарий или подпишитесь на канал. Это будет наилучшей поддержкой от вас. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok